МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимов встретился с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым. Российская делегация прибыла с рабочим визитом в Абхазию, как сообщает пресс-служба главы государства. Президент поприветствовал Сергея Чеботарева, поздравил его с назначением на эту должность и выразил надежду на конструктивное и продуктивное сотрудничество. Сергей Чеботарев поблагодарил президента за встречу. Я очень рад, что на этом посту я имею возможность приносить пользу нашим братским республикам Абхазии, Южной Осетии. Длительное время не был я в республике, но я вижу изменения, которые происходят здесь под вашим руководством. Это появляются новые торговые точки, новые предприятия общественного питания, новые места для отдыха туристов, новые отели, неплохие дороги, которым может позавидовать и в Российской Федерации, в частности в отдельных местах. Так что я вижу большой позитив, который сейчас есть в Абхазии, и это под вашим руководством, под руководством правительства республики Абхазия. Ну а дальше будет только лучше. Рауль Хаджева подчеркнул, что то направление, по которому Сергей Чеботарев будет непосредственно взаимодействовать с Абхазией, важная часть взаимоотношений Абхазии и России. Именно в таком направлении должно развиваться Абхазо-российское сотрудничество, высказал убеждение президент. Многие вопросы, о которых мы с вами будем говорить, они важны, в первую очередь, для самой Абхазии. И, конечно, Россия, которая сегодня помогает нам во многих этих направлениях, должна видеть позитивные результаты той деятельности, той финансовой помощи, которую получает Абхазия. И, несомненно, для нас это важное звено в деятельности государства. Сегодня же Сергей Чеботарева принял премьер-министр Абхазии Геннадий Гагуля. Подробности встречи в репортаже Ирины Аршба. Приветствуя нового руководителя Министерства России по делам Северного Кавказа, Геннадий Гагуля выразил уверенность, что совместная работа даст положительный результат. Я думаю, что все вопросы, которые могли бы мы сегодня обсудить, которые будут нами поставлены и вами будем разрешать, Это то будущее Абхазии, которое будет строиться с помощью России. Хотели бы, чтобы с вашей помощью, учитывая ваш большой опыт в решении вопроса в Абхазии еще с 2004 года, это дает нам право надеяться, что вы больше и глубже знаете наши проблемы. Сергей Чеботарев отметил, что уже много лет трудится в направлении налаживания сотрудничества между двумя странами. И теперь в новом качестве он сделает все для укрепления двусторонних отношений. Много лет я посвятил Абхазии в своей работе и считаю, что, как видим, ничего плохого не сделал, а только наоборот, проносил только пользу на соответствую улучшению наших двусторонних отношений российско-абхазских. И в новом качестве я буду делать все, чтобы наши отношения укреплялись, чтобы Абхазия шла вперед дальше. Теперь уже в социально-экономической сфере. Самое главное, что я хочу сказать, что Российская Федерация будет и впредь выдерживать свои обязательства в финансовой и социально-экономической сферах. Объемы той помощи, которые осуществлялись, они будут и дальше выделяться по всем пунктам. Сергей Чеботарев впервые посетил Абхазию в качестве министра по делам Северного Кавказа. Он сменил в этой должности Льва Кузнецова, который возглавлял ведомство с 2014 года. В новом учебном году будет введена обязательно школьная форма. Приказ об этом подписал министр образования и науки Абхазии Дгурка Коба. Дисциплинирует или вызывает раздражение единые требования к внешнему виду учащихся. Выгодно или дорого. Все плюсы и минусы школьной формы в специальном репортаже программы. Решение о введении единой школьной формы в школах Абхазии от Министерства образования мы ждали давно, говорит директор Сухумской школы номер один Нонна Делба. Руководство школы всегда уделяло внимание внешнему виду учащихся. Однако официально приказано много упростить задачу. Такое решение благотворно повлияет не только на самодисциплину детей, но и изрядно облегчит задачу родителей при выборе одежды для своего ребенка. Некоторые родители это приняли как должное и даже благодарили, что наконец-то появился такой приказ, чтобы все ученики одевали одинаковую, единую форму. Потому что если для некоторых родителей это было несложно, одевать своих детей каждый раз в свободную форму, то есть они меняли каждый день свою одежду. У всех родителей есть возможность одевать каждый день детей своих по-разному. А тут уже родитель будет четко знать, что ребенок будет ходить каждый день в школьной форме. Правила пошива школьной формы проходят очень серьезную проверку. А значит сомнений в безопасности и качестве предоставляемых материалов, их практичности во время ежедневной носки у родителей быть не должно. В магазинах столицы пока выбор школьной формы небольшой. Завоз одежды ожидается в первых числах августа. Но родители уже активно интересуются качеством и, конечно же, ценой костюма. К примеру, в одном из столичных магазинов комплект школьной формы для девочек, а это пиджак, юбка и жилет обойдется родителям в 4000 рублей. Такая же цена и у формы для мальчиков – пиджак, брюки и жилет. Купив строгий комплект, не нужно думать, во что одеть ребенка. Это, несомненно, плюс для родителей. Аккуратный универсальный вариант всегда на готове. К тому же он обходится семье дешевле, чем 3-5 вариантов повседневной одежды. Это будет подстегивать и детишек, и как педагог, я считаю, что это очень даже правильно. Мне кажется, что это даже прекрасно будет. Вы уже заказывали какую-то форму, уже посмотрели, что делать? Ну да, мы будем покупать синие сарафаны, пиджачки, как бы девчонкам, и синие брючки, и пиджачки для мальчиков. Тема введения формы во всех школах Абхазии сейчас актуальна. Потому ее активно обсуждают в соцсетях. Звучат даже мнения о том, что якобы некоторые школы обязывают родителей приобретать школьную форму в определенных магазинах. Разобравшись в теме, мы выяснили, что это не так. Школьную форму можно приобрести или же пошить где угодно. При условии, что она подходит под выбранной школой совместно с родительским комитетом эскиз. Классные руководители обзвонили своих родителей. Никаких жалоб. Мы порекомендовали найти самим одежду, где хотят, они там и могут покупать. Хоть за границей, хоть внутри города сухом. Это их дело. Единственное наше требование, значит, стиль одежды классический и цвет темно-синий. А жалоб со стороны родителей пока не поступало. Надеюсь, они поступят. Мы никого в магазине не навязываем. Выбор за ними. Введение единой школьной формы – это палка о двух концах, считают психологи. С одной стороны, строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий. Также форма дисциплинирует ребенка. Единая школьная форма позволяет избежать соревнований между детьми в одежде. Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде. Нет проблемы, в чем пойти в школу. У детей возникает позитивный настрой. Спокойное состояние активизирует желание учиться. С другой стороны, школьная форма убивает любое проявление индивидуальности, считает психолог 4-й Сухомской школы Лиана Возба. Поэтому однозначного ответа с точки зрения психологии ребенка нет. Однозначно ответить, полезно ли для становления личности ребенка ношение школьной формы, в общем-то, очень сложно. Что касается именно психологической стороны. Так как многие психологи утверждают, что ношение формы ведет к закрепощению, и проявление своей индивидуальности сложно. Проявить свою индивидуальность в этом. Но если рассматривать творческую часть, то, наверное, неправильно говорить, что это блокирует. Потому что есть и другая сторона. Многие дети, они страдают комплексом неполноценности. И те, у кого социальный уровень немного ниже, чем у остальных, для них это благоприятно влияет и действует. Помимо всего прочего, школьная форма и эмблема на форме помогают ребенку, почувствуя себя членом определенного коллектива. Дает возможность ощутить свою причастность именно к этой школе. Если одежда придется ребенку по вкусу, он будет испытывать гордость за свой внешний вид. Мне очень нравится школьная форма. Я считаю, что каждая школа должна иметь свою форму, чтобы ходить, когда можно было ходить на какие-то мероприятия школьные, чтобы представлять этой формой свою школу. Приказ министра вступает в силу с нового 2018-2019 учебного года. Как говорится в документе, решение о введении единой формы для школьника в Абхазии было принято с целью укрепления дисциплины, привития навыков культуры одежды, устранения различий в одежде детей. Более ста студентов получили сегодня дипломы об окончании Абхазского многоотраслевого колледжа. Среди выпускников специалисты в области поваров Абхазской европейской кухни, кондитеры и бухгалтеры. Параллельно в колледже идет прием заявлений от абитурентов. Репортаж Сарисмар. Виктория Колпакова, одна из сегодняшних выпускниц колледжа, уже работает по своей специальности. Еще до окончания учебы ее пригласили помощником повара в одной из заведений общепита. В стенах колледжа девушка отучилась два года. Она признается, благодаря учителям и своему прилежанию научилась многому. Мечтает в будущем принимать заказы на изготовление самых разных кондитерских изделий. Вообще я готовить люблю с детства. Самого хотела поступить на повар-кондитера, потому что я очень люблю готовить сладкое, торты. И этот колледж мне помог много чего нового узнать, новые рецепты. И благодаря этому колледжу я многому чему научилась. Большая часть выпускников уже трудоустроена. Во многом это происходит благодаря преподавательскому составу, а также дирекции школы. По словам Джумбера Мушпы, каждый год колледж выпускает примерно около ста специалистов. И в основном все они сразу начинают работать по профессии, которая весьма востребована в Абхазии. Вот у меня было такое желание прийти отучиться на повар-кондитера. Пришел, отучился и очень доволен. Если человеку что-то нравится больше всего, то он все сразу старается делать. И мне, поскольку все это нравится, сразу все научился делать. У ребят много планов. Кто-то хочет быть шеф-поваром большого ресторана, кому-то в радость готовить просто для себя и для семьи. Но все они утверждают, что вкусно готовить и даже творчески подходить к делу – это то, чему их учили в колледже и то, к чему тянулись с детства. Повара-кондитеры учатся два года. Повар европейской, абхазской кухни учатся год. Есть экономика двухучет, это двухкодичный. Мы даем рабочую специальность. Каждый из них может сегодня работать на кухне, ну, как бы помощниками. Потом они уже набирают опыт и становятся таким же, как шеф-поварами, и сами могут уже готовить. Который заканчивает у нас и абхазско-европейская кухня, и повар-кондитер, они все работают по специальности. Это однозначно. Дипломы об окончании учебного заведения выпускникам вручил директор колледжа Джумбер Мушба. Он пожелал ребятам успехов и выразил надежду, что каждый из них будет работать по профессии. Параллельно в многоотраслевом колледже осуществляется прием документов на обучение. По словам директора, документы будут приниматься до 25 августа. Как отмечают в приемной комиссии, уже подано более 10 заявлений. Необычная спасательная операция развернулась сегодня по улице Чанба в Сухуме. Сотрудникам МЧС Абхазии пришлось вызволять из заброшенного гаража лошадь. По словам очевидцев, животное провалилось в громадную щель пару дней назад. Место провала, по всей видимости, раньше служила эстакадой для осмотра автомобилей. Вытаскивали перепуганную лошадь. В течение четырех часов спасателями было принято решение соорудить из подручных средств некое подобие помоста, куда бы она могла взгромоздиться. Но из этого ничего не вышло. Животное вело себя крайне непредсказуемо. Спасателям пришлось ввести в лошадь дозу успокоительного, предоставленного ветеринарами. Затем при помощи веревок и тросов спасатели совместно с хозяевами лошади все-таки вызвали ее. И она, пошатываясь, отправилась во своя си. К новостям спорта. Абхазский боксер, чемпион СНГ и славянских стран, в версии журнала про бокс Батал Чежия выступит на вечере профессионального бокса в Москве. Его соперник Диего Шаматава у Батала за спиной шесть боев и столько же побед на профринге. По словам представителя спортсмена Инала Лагвилава, около месяца абхазский боксер проходил подготовку в Москве под руководством опытных тренеров Арсения Баяка и Андрея Ивичука. И находится в отличной физической форме. 18 июля бойцов ожидает церемония взвешивания. А на следующий день они выйдут на ринг, показать свое мастерство и повысить рейтинг. Еще один профессиональный абхазский боксер Игорь Адлиба успешно завершил бой в Екатеринбурге. В шестом раунде техническим нокаутом Игорь победил в разы превышавшего его опытного мастерства Михаила Авакяна. Подробности в среду в передаче о спорте Дуней. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судей Сухумского городского суда 1 единица. Прием заявлений кандидатов на должность судей осуществляется в помещении Министерства юстиции в Сухуме с 18 июля по 1 августа включительно. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью 18-23, днем 26-31 градус, температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому